Снимают кино, пекут пироги, дают старым вещам вторую жизнь. В обществе инвалидов Нягони открылись новые мастерские. Идеи воплотили в жизнь благодаря грантовой поддержке губернатора. На реализацию проекта победителя «Я могу» направлено полмиллиона рублей. О том, какие перспективы открываются перед людьми с ограниченными возможностями в здоровье в возрасте 18+, расскажет наш корреспондент. А давай попробуем какой-нибудь разряд. Посмотрим, будет красиво, не будет. Владимир Ильишев учится обрабатывать фотографии и создавать коллажи. Компьютерная программа ему пригодится в открытии пусть небольшого, но своего шоу-бизнеса. Свободный музыкант уже выпустил альбом песен собственного сочинения. Часто мне нужна обложка для своих песен. Поэтому мне и на руку этим заниматься и познавать что-то новое, чтобы у кого-то не заказывать, а делать самому. Вот, например, сейчас делаем обложку на мой новый трек, который я буду скоро записывать и выпускать. Курс обучения 20 дней. Слушателей пока набралось шестеро. Но в студии компьютерному творчеству, фото и видеосъемке рады научить всех желающих. Занятия проводят индивидуально для каждого с учетом особенностей здоровья. Изучив вот эти вот азы фотошопа, могут потом молодые девушки, парни, ну и не только, они могут, в общем-то, предлагать свои услуги в тех же образовательных учреждениях, делать какие-то вот эти вот виньетки. Ну и какую-то копеечку заработают, я думаю, было бы совсем даже неплохо. Делаем шоколадную руль. Девушек, молодых женщин с проблемами в здоровье в течение года научат печь торты, пирожные, пироги, варить борщи и готовить вторые блюда. Как самостоятельно вести домашнее хозяйство, пользоваться кухонной утварью, воспитанницам показывает опытный наставник. Условия созданы комфортные, а главное – безопасные. Для себя на своей кухне сготовить они это повторить могут и повторяют. Очень одаренные девочки тут сказать нечего, одно только похвала. Инклюзивные мастерские в Нягоне открылись на средства гранта губернатора. На 500 тысяч рублей закупили кухонную мебель и технологическое оборудование, компьютер и швейную машинку. В обществе инвалидов появились сразу четыре новых направления – кулинарное дело, студия фото-видеосъемки, мастерская рукоделия, открылся клуб за активное долголетие. Свой проект авторы назвали «Я могу». Привить творческую и вовлечь в коллективную трудовую деятельность молодых инвалидов, которые с трудом могут устроиться. Для них это досуг и общение. Они чему-то учатся, потом это обсуждают. Проект рассчитан на год. Кроме практических занятий запланированы экскурсии на предприятия, где требуются швеи, повара и пекари. А вместо экзамена особенные люди поучаствуют в конкурсе мастерства наравне со студентами Нягонского технологического колледжа.